Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». На нашем канале мы разбираем моторы, коробки и рассказываем абсолютно всё о БУ-запчастях. Помните, что в «АвтоСтронг-М» огромное количество оптики и наши менеджеры помогут подобрать лучшую запчасть для вашего автомобиля. Итак, вы просили Мерседес. Встречаем ОМ-646. Двигатель ОМ-646 – это эволюция первого 16-клапанного дизеля ОМ-604 и улучшенная обновленная версия первого дизеля Мерседес Common Rail ОМ-611. От своего предшественника данный двигатель отличается турбиной с электронным сервоприводом геометрии, улучшенной производительностью топливной системы, а также наличием балансирных валов в некоторых версиях. Двигатель ОМ-646 до 2010 года ставился на C и E-классы. Его до сих пор ставят на локализованный Sprinter Classic. В зависимости от топливной системы и форсировки этот двигатель выдает от 82 до 170 лошадиных сил. На данном двигателе стоит топливная система Bosch, однако с середины 2006 года на C и E-классы ставили топливную систему Delphi. Сегодня мы будем разбирать двигатель ОМ-646, снятый с C-класса 2006 года. Что можно сказать о надежности данного двигателя? Если бы ни одна особенность, связанная скорее всего с эксплуатацией, нежели с просчетом инженеров, этот двигатель можно считать очень надежным и выносливым. На практике же этот двигатель под капотами Sprinter Classic высосал немало денег из автопарков, а также подвел многих владельцев C и E-классов. Но обо всем по порядку. Двигатель ОМ-646 получил турбину с изменяемой геометрией, который управляется электронным сервоприводом. Можно сказать, что этот двигатель получил первую турбину с электронным управлением. На данном моторе стоит турбина Garrett GTA 18V. Турбина надежная. Подача и слив масла организованы грамотно, поэтому до сих пор можно встретить много Мерседесов, которые ездят с оригинальной турбиной. Кстати, вот это электронный сервопривод. Здесь плата моторчик и шток, который приводит геометрию. Замечено, что дольше всего турбины живут на ранних моторах, которые не оснащены сажевыми фильтрами. Какие-то проблемы с турбиной могут быть связаны с подклиниванием геометрии и износом подшипников, из-за чего турбина гонит масло в холодную и в горячую часть. При ремонте или проверке такой турбины нужен специальный стенд, на котором можно проверить и отрегулировать сервопривод. Отметим, что с 2006 года на спринтерах использовался битурбированный двигатель OM646 с двумя турбинами KKK, а ниже BorgWarner с перепускными заслонками мощностью 129 и 150 лошадиных сил. Те турбины имеют проблемы с появлением люфта и неплотным прилеганием перепускных заслонок. ДНВД Bosch CP3 очень надежен и живуч. При больших пробегах он может потребовать замену ремкомплекта, состоящего из резиновых уплотнений его вала. Это необходимо, если из-под насоса течет топливо, либо же масло сочится из пространства ГБЦ. Также при замене сальников нужно обратить внимание на выработку на вале. Ощутимых царапин и раковин быть не должно. Если внутренний сальник вала изношен, то через вот это специально предусмотренное отверстие солярка будет стекать наружу, не попадая в пространство ГБЦ и не смешиваясь с маслом. В отличие от ТНВД мотора OM611, на моторе OM646 установлен регулируемый ТНВД. Здесь есть клапан потока, который регулирует количество поступаемой солярки в ТНВД. Также здесь отсутствует механическая секция подкачки, электронный подкачивающий насос стоит в баке. Обратите внимание, как в «АвтоСтронг-М» хранят ваши форсунки. Форсунки Bosch и форсунки Delphi очень надежные. И по сей день можно встретить 15-летние Mercedes, которые ездят с оригинальными форсунками, у которых все в порядке с распылом и они не сливают очень много топлива в обратку. Форсунки впрыскивают топливо под давлением 1600 бар при максимальной нагрузке. Причем осуществляют два впрыска. Один пилотный, второй основной. На слишком сернистой солярке форсунки не ходят долго. На проблемы с форсунками указывает неровный холостой ход и дергание при старте. Если форсунки слишком много топлива сливают в обратку, то двигатель плохо заводится, особенно на горячую, и уходит в аварийный режим при разгоне. Это происходит из-за того, что в рампе из-за слишком большого слива топлива не образовывается требуемое давление. Форсунки Bosch и Delphi очень хорошо ремонтируются. После ремонта форсунок Delphi нужно получать и прописывать корректировочные коды. Также не стоит забывать менять огнеупорные шайбы каждые 80000 километров. Если этого не делать, то сажа забивает колодцы форсунок и после этого форсунки достаются с очень большим трудом. Установленный на топливной рампе клапан-регулятор может стать причиной излишнего слива топлива в обратную магистраль. Изнашивается его запорная игла и седло. При этом обороты холостого хода будут плавать и долго стабилизироваться. Январские праздники закончились, но компания «АвтоСтронг» по-прежнему делает все для того, чтобы ваши покупки были комфортными. Поэтому пользуйтесь картой покупок от «Белгазпромбанка» и картой рассрочки «Халва» от «МТ-Банка». И еще много-много-много карт от «БП Сбербанка», от «ВТБ», от «Приорбанка», от «Альфа-Банка». Так что за покупками только в «АвтоСтронг». Вот пластиковый впускной коллектор с мотором, который мы разбираем. Но на ранних экземплярах существует пластиковый впускной коллектор с вихревыми заслонками наподобие мотора OM611. Вихревые заслонки установлены в пластиковой части. То есть пластиковые втулки входят в пластиковые отверстия и приводятся пластиковой тягой. Со временем вся эта пластиковая конструкция разбивается. Возникает подклинивание шарниров, разбиваются отверстия. Через эти отверстия сочится масло, которое присутствует во впускном коллекторе, а еще убегает давление наддува. При работе двигателя может быть слышно характерное шипение. Это уходит воздух через лишние отверстия. На практике от заслонок избавляются, а вот эти отверстия глушат подходящими втулками. Хорошо, что на работу двигателя это никак не влияет. Пускной коллектор на спринтере другой. Он заканчивается таким пластиковым овалом, который вставляется в алюминиевый переходник. Так вот, в пластиковом коллекторе лопаются перемычки, и тогда возникает схожая проблема. То есть масло сочится наружу и убегает надуваемый турбиной воздух. Добавим, что масло во впускном коллекторе дизеля появляется не только из-за текущей турбины, а из-за системы вентиляции картерных газов. То есть масло во впускном коллекторе дизеля будет по-любому. На ОМ646 моторе прямо на клапанной крышке установлен вот такой модуль. То есть заливная горловина, небольшой маслоотделитель и мембрана системы вентиляции картерных газов, которая регулирует отсос картерных газов. Мембрана здесь рвется нечасто, только при огромных пробегах. Но если она рвется, то турбина вместе с картерными газами может высосать много масла и тогда двигатель захлебнется в своем же масле. Чаще всего этот модуль требует внимания из-за того, что вот это уплотнительное колечко дубеет и начинает пропускать масло. И мы получаем вот такую картину. Два распредвала, 16 клапанов, двурядная цепь привода ГРМ, типичный черный сажевый масляный налет, как на многих дизелях. И на кулачках мы визуально износа не наблюдаем. По состоянию данной ГБЦ нет нижней, 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 нижней. По состоянию данной ГБЦ никаких вопросов не возникает. Никакого сажевого налета и масляного налета здесь тоже нет. Что можно сказать о надежности? Иногда в редких случаях пробивает прокладку ГБЦ. Также ГБЦ может треснуть, опять же, в очень редких случаях, вот в этих тонких местах. Инженеры Daimler сделали свой дизель технологичным. Что его отличает от дизелей тех лет? ТНВД установлен на ГБЦ, а не где-то на кронштейне. За счет этого цепь короче и меньше подвержена растяжению. Хонг как с завода. В принципе, так и должно быть, потому что это качество именно мерседесовских дизелей. А теперь пару слов о щупе масла. Негоже владельцу Мерседеса проверять уровень масла по старинке. Для этого здесь есть датчик уровня масла. Из показаний бортового компьютера владелец всегда увидит уровень. На сервисе же вынимает вот эту пробку и засовывает туда сервисный щуп для более точного определения уровня масла. Когда двигатели OM646 начали массово стучать, то мастера считали виновником маслонасоса. Мол, у него недостаточно производительности. С производительностью у него все в порядке. И даже на застучавших моторах насосы выглядят как новые. Легковые версии мотора OM646, как в нашем случае, оснащались балансирными валами, которые приводятся от коленвала отдельной шестерней. Так вот, по одной из теорий из-за износа опор балансирных валов возникало масляное голодание коренных вкладышей. При износе опор масло вытекает и его не хватает коренным вкладышем. После капремонта обычно балансиры удаляют. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дизельные поршни поражают. Своей массивностью. Посмотрите, в каком они охренительном состоянии. Кольца, что маслосъемные, что компрессионные, не закоксованы и не залегли. Также в этих поршнях есть особенность четыре отверстия для отвода масла. Графитовое напыление тоже в идеальном состоянии. Но у нас изношены вкладыши третьего шатуна, причем нижний. И это не результат масляного голодания, а износ царапины из-за мусора в масле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По состоянию коленвала даже несмотря на царапины в шатунных вкладышах, коленвал выглядит очень даже неплохо. Кстати, коленвал здесь кованый. Обратите внимание на вот эти посинения возле шеи коленвала. Это признак закалки коленвала электрическим током. На коренных вкладышах мы не видим ничего криминального. Мелкие царапинки – это привет тому же мусору в масле. А вообще 646 моторы именно на спринтерах, именно в мощных версиях, страдали износом и проворотом вкладышей на второй и четвертой опорах. На ранних стадиях износа вкладышей владелец даже об этом не подозревает. Изначально коленвал стругает верхний слой вкладышей, затем зазор между коленвалом и вкладышем увеличивается. Затем происходит падение давления смазки и тогда вкладыш наворачивается на коленвал, приваривается к нему и проворачивается. На первоначальный износ вкладышей указывает еле заметная вибрация педали сцепления. Затем в моторе могут появиться посторонние звуки, которые заканчиваются стуком. Если повезет, то при масляном сервисе можно в масляном фильтре увидеть стружку. Если 646 мотор задрал вкладыши, то его еще можно реанимировать. Но обязательно перед шлифовкой коленвала и установкой новых вкладышей надо проверить постель. Потому что во многих случаях выясняется, что постель деформирована. То есть появляется эллипсность в опорах и нарушается соосность. Также надо проверить коленвал набиение, потому что во многих случаях он неисправимо искривлен и появляются микротрещины. Почему все это происходит? Первое. Эксплуатационный момент. Водители часто ездят на данном моторе в натяг на перегруженной машине. Второе. Разжижение масла при частых прожигах сажевого фильтра. Третье. Это большие межсервисные интервалы. И четвертое. Бытует мнение, что этот коленвал слабоват для мощных версий данного двигателя. А на легковых автомобилях C и E-класса за счет того, что эти автомобили легче, у них автомат, данная проблема происходит уже при пробеге в 300 тысяч километров. На пострадавших из-за износа вкладышей моторах было замечено ослабление затяжки бугелей. Из-за чего смазка шеек ухудшалась и появлялось биение коленвала. Также существует случай срыва болтов бугелей. Разборка закончена и сегодня мы вам показали разборку вот такого надежного двигателя, недостатки которого скорее связаны с эксплуатационными особенностями, нежели с инженерными огрехами. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».